Несколько лет назад он помог представителям Русского географического общества развести костер. Так и был принят в их ряды, шутит Юрий Квасов. В начале нулевых он начал сажать деревья в ямы, которые остались после добычи древесного угля в Локтевском районе. Топливо шло на местный сереброплавильный завод. Из 500 деревьев прижилось 40. И несколько десятилетий он подсаживает новые. На сегодняшний момент у меня уже больше 5000 высажено. Там 7 пород деревьев, большинство этих сосны, как наиболее неприхотливые. Как-то нас все рубят, а я поперечный, наоборот, буду садить. Это во-первых. А во-вторых, одно из главных предназначений человека – совершенство среду обитания. В этом году Краевое отделение Русского географического общества отмечает 120-летие. Сейчас под его флагом больше 300 неравнодушных. А сколько их было за всю историю – неизвестно. Но одного из ярких представителей РГО сегодня вспоминают особенно. Некогда председатель бийского отделения общества Михаил Розен в этом году тоже бы отметил 120 лет. Имя, ради которого мы сегодня объединились, оно связано с Михаилом Федоровичем Розеном. Человеком очень непростой судьбы. Но человеком, который сумел преодолеть все трудности и сложности своей жизни и заложить фундамент во многим направлениям исследований на Алтае. Геолог был сослан на Алтай в 41-м. И за 20 лет жизни здесь внес большой вклад в развитие науки. Занимался поисками рудного и рассыпного золота, исторической картографии. Опубликовал книги о развитии горного дела. Наконец, главная тема его жизни – библиография Алтая. А тем, кто помогает РГО развиваться в наше время, сегодня вручали грамоты и благодарности. Как вы думаете, какие задачи, прежде всего, стоят перед русским географическим обществом на данный момент? Прежде всего, его популяризация не только среди взрослого населения, а именно среди молодежи и детей. Потому что, как вы знаете, география у нас изучается с пятого класса. Но я считаю, что в географию можно быть вовлеченным, ну и в краеведение, да, и во все ее аспекты самого раннего возраста. И вот все те проекты, которые реализует Алтайское краевое отделение, наглядно это показывают. Алтайский 360 с сибирскими маршрутами Достоевского, белые пятна черыжских подземелий. Общество – много проектов, которые открывают Алтайский край и гостям, и его жителям. В экспедиции общества ходят студенты, школьники и просто путешественники. Только за год в экспедициях, походах, выставках и других мероприятиях РГО приняли участие 10 тысяч человек. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.